Всем привет! Меня зовут Ники Макалин, под последнее видео DIY мы с вами набрали больше 5000 лайков, поэтому сегодня я с огромной радостью снимаю это видео. Давайте попробуем набрать под этим видео 10 тысяч лайков, так что ставь лайк прямо сейчас, и если это видео наберет 10 тысяч лайков, то следующее видео DIY я сделаю о школьных принадлежностях. Также, если ты еще не подписан на мой канал, то сделай это прямо сейчас, потому что видео DIY выходят регулярно. Сегодня я хочу организовать свой стол, потому что там творится какой-то ужасный беспорядок, и также хочу дать вам пару простых инструкций, как можно организовать свой рабочий стол. Так что поехали! У кого так же, как и у меня, поселилась кружка на столе? Признавайтесь! Мне надоели разводы, поэтому первое, что мы сделаем, это подставка под кружку. Нам нужны помпончики, ленты для квиллинга, клей, картон и синяя бумага. Наклеиваем синюю бумагу на картон, это наша основа. Теперь нам нужны ленты для квиллинга, и мы нарезаем их на равные части. Возьмем одну целую ленту и скатаем в рулетик. Дальше все станет очевиднее. Остальные нарезанные ленточки мы также заворачиваем в рулетик. Самый большой из получившегося мы наклеиваем в центр нашей основы, а маленькие рулетики вокруг. Должно получиться вот так. И обернем нашу подставку еще одной лентой. Так как сейчас зима, я оформлю свое рабочее место в голубых и синих тонах. Берем наши милые помпоны и клеим вокруг. Кстати, эти помпоны мне еще в будущем пригодятся, так что поэкономлю-ка я их. Вот так очень просто можно сделать подставку для кружки. На следующее приспособление я наткнулась в интернете, но там не особо парились над красотой, поэтому я решила сама украсить декоративным скотчем. Эту штуку можно использовать для проводов и наушников, чтобы они всегда у вас были в порядке и не валялись на столе. Наступающий Новый год у нас год красной обезьяны, и я не обделила ее своим вниманием. Из фетра я вырезаю шаблончики, я думаю, вы исправитесь с этим. Если что, как нарисовать обезьянку, можно спросить у гугла. Склеиваю детали и получившуюся мордочку приклеиваю к крючку. Вот эта идея с крючком посетила меня уже давно, всегда под рукой будет резинка для волос. Следующая идея моя самая любимая из этого видео. Нам нужна вот такая решетка. Поищите у себя в магазинах, она много где продается и бывает разных размеров. Украшу бантиками. Кстати, на такую решетку вешают разные органайзеры для канцелярии и не только. Я использовать буду иначе, мне нужны прищепки, они настолько милые. На них я напишу дни недели и они будут служить мне напоминанием, чтобы я не забыла важные встречи или дела. Следующая инструкция не сложная, но очень удобная оказалась для меня. Нам понадобится белый картон, красивая бумага, двусторонний скотч, если нету, то клей, синяя бумага, ножницы и стикеры. Точнее, один стикер. Оборачиваем белый картон формата А4, упаковочный или скраб бумагой. Из синей бумаги вырезаем овал и наклеим его на получившуюся основу. Выбираем стикер по вкусу и клеим. Отрежем две полоски картона и сделаем из него гармошки. Возьмем еще один лист картона А4 и склеим все части, вставив гармошки по бокам. Так наш кармашек будет больше. Вот что в итоге получается. Сложите туда свои наклейки, стикеры, да все что угодно. Я приклеила на двухсторонний скотч. Следующий помощник на столе делается крайне просто. Мы всего лишь возьмем ненужную коробку нужного нам размера, сделаем небольшой вырез и обернем ее красивой бумагой. Вот и все. Бюджетно, красиво, удобно. Мое рабочее место потихоньку преображается. Я повешу на стену очень красивый планшетник и на него закреплю набор и наклеив. Также можно использовать по назначению для бумаг и документов. Хотите иметь свою сказку в баночке? Меня безумно вдохновляют такие вещи. Вам задание, напишите в комментариях, что вас вдохновляет. Как видите, создать сказку иногда можно своими руками, очень быстро и легко. Уверена, все необходимые предметы вы с легкостью найдете. Красота не в цене, а в простоте. Помните это. Ну что, все. Мне нравится теперь больше, как выглядит мой рабочий стол, потому что мне стало на нем удобнее и там появился какой-то порядок. Если у тебя тоже на столе всегда творится беспорядок, я надеюсь, что этим видео я смогла вдохновить вас на то, чтобы вы пошли и сделали порядок на своем столе. Фоткайте свой рабочий стол и выкладывайте в инстаграм. Отмечайте меня, я буду лайкать ваши фотки. Увидимся с вами совсем скоро. Не забудьте про 10 тысяч лайков. До встречи в следующем видео. Пока!